В эфире каналы России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с председателем совета директоров группы компании Домате Наумом Бабаевым. Обсудили ряд вопросов по реализации крупного инвестпроекта по производству и переработке баранины в Карачаево-Черкесии. Важнейший экономический эффект от его реализации рабочим местам. За два года планируют создать около тысячи рабочих мест, подчеркнул глава республики. Также продолжается реконструкция мясоперерабатывающего завода в Черкесии. Уже в следующем году компания планирует производить тысячу тонн готовой продукции в месяц. В Карачаево-Черкесию поступила первая партия экспресс-тестов. Применение новых систем тестирования позволит увеличить объемы исследований на коронавирусную инфекцию. Для работы с экспресс-тестами в регионе уже подготовлены лаборатории. Оперативная выдача результатов, в свою очередь, позволит приступить к терапии ковидных пациентов на самых ранних этапах заболевания. Ахмат Халкечев подробнее. Это те же ПЦР-тесты, говорит исполняющий обязанности главного врача Республиканской клинической больницы Фатима Салпагарова. Забор материала производится так же, как и ранее, из носа и ротоглотки. Также соблюдаются условия хранения, транспортировки и доставка в лабораторию забранного биологического материала. Главным отличием новых экспресс-тестов является то, что в разы сокращается время лабораторного исследования. Это позволит не только увеличить количество проводимых исследований, но что самое главное и самое важное, это ускорить выдачу результатов в целях наиболее раннего начала терапии ковидных пациентов. Потому что чем раньше начато лечение, тем меньше вероятность госпитализации пациента и тем меньше вероятность развития тяжелых осложнений. На уровне лаборатории из времени исследования выпадает период так называемого выделения возбудителя. За счет этого и сокращается проведение процедуры почти в два раза. Если раньше уходило до трех часов времени на исследование, то теперь потребуется чуть больше часа. Соответственно, увеличивается возможность лаборатории по количеству проведенных исследований. Для диагностики такой серьезной инфекции, как COVID-19, очень важна точность и высокое специфичное состояние выполнения анализа. ЦР-метод – это высокоточный метод лабораторной диагностики, молекулярно-генетической диагностики для выявления различных инфекционных и молекулярно-генетических заболеваний. Вот уже отработали практически сейчас, полдня прошло, уже 500 анализов уже готовы. Если бы другими тестами, которыми мы раньше работали, соответственно, мы не смогли. До обычного методика у нас где-то около 350-400, она больше, просто физически невозможно до этого помогать, потому что там на отделение уходит очень много времени. Экспресс-тестирование пока введено в наиболее крупных муниципалитетах с высоким уровнем заболеваемости. Это Черкесск, Ужигутинский, Карачаевский, Зеленчукский и Малокарачаевские районы. Но, по словам медиков, лучше вакцинироваться и не болеть. Не надо ждать чего-то, испытывать судьбу. Вот сегодня, сейчас надо идти вакцинироваться. Если сегодня и сейчас нет противопоказаний, надо сегодня и сейчас идти. Если сегодня есть какие-то противопоказания, значит, надо выждать тот период, который необходим для возможности вакцинации. И сразу, не откладывая ни на один день, ни на один час, идти вакцинироваться. Ахмат Халкищев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Карачаева-Черкесии сократилось на 19%. Вопросы снижения аварийности, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и состояния дорожной сети обсуждались в рамках очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством председателя правительства Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова. Репортаж Корчебеджиева. На заседании обсуждались вопросы дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики по итогам 10 месяцев текущего года и принимаемых мерах по их снижению. Также говорили о готовности дорожно-эксплуатационных организаций коммунальных служб к содержанию автомобильных дорог в зимний период. Немаловажный вопрос. Проводимая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма Карачаева-Черкесии. С начала нового учебного года в республике проходит ряд мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и их вовлечения в деятельность отрядов юных инспекторов движения. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко подчеркнула, что организована и продолжается работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Ежегодно при участии родителей для обучающихся с 1 по 4 класса разработаны индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей. Так и называются дом, школа, дом, которые размещены в том числе и в дневниках каждого ребенка. Проводят также мероприятия по формированию навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе и включая пользование автомобильным, железнодорожным и иным транспортом. С сентября по октябрь 2021 года в школах организован и проведен месячник по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в рамках которого проведены общешкольные классные родительские собрания с участием представителей ГИБДД. В целях проведения дорожно-транспортной профилактической работы по безопасности дорожного движения в 2022 году запланированы курсы повышения квалификации для ответственных педагогических работников и заместителей директоров по безопасности. В следующем году планируют принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению, основам безопасности поведения на дорогах и форме юных инспекторов движения». Есть, опять-таки, над чем работать, есть нормы, к чему мы должны стремиться, по поручению, так же, как я уже сказал, президента Российской Федерации, по оснащению пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Нужно их привести в соответствии с нормами и стандартами. По итогам заседания в республике выполнена работа по благоустройству 810 пешеходных переходов, в том числе 220 переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. О снижении дорожно-транспортных происшествий на 19%, за счет чего их удалось снизить? О камерах видеофиксации, пьяных водителях, животных на дорогах, законности наличия всадников на лихих скакунах, сопровождающих свадебные кортежи и многом другом. Мы спросим у гостя нашей программы, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Карачаевой-Черкесии Владимира Кушнарева. Доброе утро, Владимир Павлович. Спасибо, что приняли наши приглашения и пришли к нам в студию. Доброе утро. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно, что вы обратили внимание на проблему дорожного транспорта и травматизма в республике. Буквально на днях под руководством председателя правительства Карачаевой-Черкесии Мурата Аргунова состоялось заседание комиссии по вопросам предупреждения аварийности на дорогах республики. В ходе обсуждения данного вопроса было сказано о том, что аварийность на дорогах Карачаевой-Черкесии снизилась на 19%. Не могли бы вы прокомментировать сложившуюся ситуацию и рассказать о том, за счет чего сегодня удалось снизить дорожно-транспортные происшествия? Да, действительно, на прошлой неделе состоялась комиссия по безопасности дорожного движения, правительственная, в которой принимали участие представители госавтоинспекции. Действительно, за 10 месяцев 2021 года на территории республики произошло 317 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 46 человек и получили ранения различной степени тяжести 422 человек. Для сравнения, по сравнению с прошлым годом, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 19%, количество погибших в них людей уменьшилось на 30%, и количество пострадавших, раненых, соответственно, уменьшилось на 24%. Это, если можно так выразиться, плод общих усилий всех ветвей власти Карачаевой-Черкесии, не только госавтоинспекции. Потому что всем понятно, что силами только госавтоинспекции достичь таких результатов практически невозможно. Если переходить к цифрам, то средствами фото-видеофиксации за 10 месяцев выявлено порядка 300 тысяч нарушений правил дорожного движения на территории Карачаева-Черкесии. Из них 336 тысяч – это превышение скоростного режима. Это очень большие цифры, порядка на 40% больше, чем в прошлом году. Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что у нас в этом году снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине и с участием нетрезвых водителей. 32 дорожно-транспортных происшествий произошло в этом году, это на 13% меньше, чем в прошлом году. Однако количество выявленных нами нарушений водителями, управляемым в состоянии опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского свидетельствования, выросло значительно. К сожалению, почти 1600 водителей за 10 месяцев мы задержали на дорогах республики, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения экспертизы. Из них более 400 – это те водители, которые допустили данное нарушение повторно, что тоже больше, чем в прошлом году. Вот принятыми вот такими мерами удается удерживать ситуацию в рамках критериев, которые заданы национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас в республике появилось много хороших дорог, это безусловное благо для нашего региона, но в то же время есть и другая сторона медали. На этих дорогах начали гонять, то есть появились гонщики, которые не соблюдают скоростной режим, и в основном это происходит в частных секторах, где вот сейчас интенсивными темпами облагораживается город, там опять-таки стелят асфальт. Вот зачастую в этих частных секторах нету тротуаров, или они частично отсутствуют. Людям приходится ходить по этим дорогам, и естественно, когда вот эти вот гонщики начинают гонять, это составляет опасность определенную. Вот как с этим бороться? И можно ли сделать так, чтобы когда вот в этих частных секторах стелят асфальт, чтобы сразу же предусмотрены были вот искусственные неровности? Вопрос понятен. Опять-таки мы возвращаемся к национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», в рамках которых и проводится большинство работ, которые жители республики, гости республики видят сейчас на территории Карачаева-Черкесии. В рамках реконструкции, ремонта дорог приводится в соответствие дорожная инфраструктура. Мы, как госавтоинспекция, сторонники того, чтобы не просто асфальт, как говорится, закатывали в ровную поверхность, но и, соответственно, обустраивались и пешеходные тротуары, и ограждения пешеходные. Мы сторонники того, чтобы совмещались внутри населенных пунктов искусственные неровности с пешеходными переходами, делаясь искусственное освещение. Но, к сожалению, все упирается зачастую в финансирование. Что касается упомянутых вами искусственных неровностей, то их обустройство не требует согласования с госавтоинспекцией, оно находится в ведении собственников автомобильных дорог. Если это федеральная автомобильная дорога или республиканская, местное значение, неважно. Собственник автомобильной дороги отвечает за безопасность дорожного движения на своей дороге, и они обустраивают. Просто есть определенные улицы, которые физически невозможно уже на сегодняшний день сделать тротуар. Потому что, к сожалению, в какие-то годы люди сами вышли из своих определенных метров, они, может быть, не то чтобы захватили, но была возможность взять, они это узаконили. И по факту у этих людей сегодня нет тротуарной зоны, где люди могут передвигаться спокойно. И в связи с этим, конечно, хотелось бы, я поэтому задал этот вопрос, хотелось бы, чтобы хотя бы вот эти искусственные неровности, они как-то ситуацию улучшили. В любом случае, мы не уходим от рассмотрения данной проблемы, не сваливаемой на плечи органов местного управления, владельцев дорог. Госавтоинспекция принимает и будет принимать активное участие в благоустройстве уличной дорожной сети, в том числе и в таких сложных участках, как вы сказали, где уже физически невозможно построить пешеходную дорожку или тротуар. Пожалуйста, люди могут к нам обращаться, в том числе и за советом. Мы выйдем на место и каждый конкретный случай рассмотрим отдельно. А дорожные знаки это в вашем ведомстве? Тоже собственники дорог. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в республике проходят свадьбы, торжественные мероприятия, и людям приходится собираться вместе. Но вместе со свадьбами, мы знаем, что есть традиция кататься на автомобилях в кортеже. И зачастую, я из личного примера расскажу, что в одном из районов республики, я ехал туда в гости, и получилось так, что едет кортеж, он занимает две полосы, и встречную, и свою, и еще перед ними всадники на лошадях. Это создает не только аварийную ситуацию, но еще создает очень сложную ситуацию, когда человек не знает, что за водитель, когда они ведут себя непорядочно, вылазят из окон, непонятно, что делают. И как быть в такой ситуации? Как взять под контроль, чтобы люди были более ответственны и относились к участникам дорожного движения с уважением? Я согласен с вами полностью, потому что, что касается нахождения всадников на проезжей части, любое животное на проезжей части, тем более в темное время суток, если это происходит, но это, так скажем, потенциально опасный прецедент, создает угрозу дорожно-транспортного происшествия. И, соответственно, является нарушением правил дорожного движения, причем грубым. Ответственность за это предусмотрено статьей 12.30 КОАП Российской Федерации, влечет за собой штраф в размере тысячи рублей. Но дело же не в штрафе, а тут проблема-то глубже находится. В свадебные кортежи, к нам же другие не приезжают из соседних республик. Это же наши жители. Вернемся к культуре поведения в целом, в том числе и на дороге. Это правовой нигилизм, когда мы тоже со стороны госавтоинспекции, со стороны органов внутренних дел не хотим портить людям праздник. Но когда это выходит за рамки дозволенного, за рамки приличия, мы вынуждены вмешиваться. Составляются, конечно, административные материалы. Но я еще раз повторю, что проблема тут в целом глубже. Все идет от воспитания. Каждый должен начинать себя. Как мы себя ведем на дороге, из этого исходя. Мы всегда говорим, что другие к нам не придут. Здесь все мы. Мы здесь родились, мы здесь живем. Это наша культура. И мы сами должны в этом разбираться. Поэтому, обращаясь к жителям Карачао, Черкесии, особенно у нас большая проблема не только со свадебными кортежами, но и с животными на дороге в целом. Хотелось бы выразить уверенность, что в дальнейшем мы найдем общий язык и найдем понимание в данном вопросе. Потому что только надзорными методами, карательными, если так грубо говорить, мы проблему эту не решим. Если коснуться всадников, они имеют право передвигаться в свадебном кортеже? Нет, это нарушение правил дорожного движения. Они должны, по другому общего пользу, они не имеют права передвигаться. Я уже говорил, за это предусмотрена ответственность. Это создание помех для других участников дорожного движения. Многие меня не поймут, конечно, но это прямо напрягает. Если они аккуратно вдоль дороги проедут, мы же слово не скажем. Это же всегда пройдет так. Понятно, да, это традиции какие-то. Все, мы это все понимаем. Но просто здесь, понимаете, здесь неуважение еще. Вот когда он едет в колонии, да, соблюдает скоростной режим. Понятно, у них день такой счастливый. Ну, они соблюдают скоростной режим. Никаких там нету нарушений, никто там из окна не выглядывает. Тогда какие вопросы? Но когда идет неуважение к другим участникам дорожного движения, это уже вызывает какие-то негативные чувства. Естественно, и отторжение. И отторжение, да. Поэтому просто действительно, как вы говорите, наверное, необходимо какие-то перед мероприятием, чтобы были старшие, что-то, да, вот эти моменты они регулировали. Вот мы сейчас говорили о всадниках, но очень много вопросов в связи с нахождением крупного рогатого скота, лошадей, там, я не знаю, коз, кур на дорогах республики в связи с тем, что некоторые населенные пункты, они находятся вдоль дорог. К сожалению, эта проблема из года в год освещается. Мы неоднократно поднимался вопрос и на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, но так за 10 месяцев этого года 119 дорожно-транспортных происшествий у нас в республике уже произошло по вине именно животных, находящихся на проезжей части. И в этих 119 ДТП два человека погибли. Больше 14 получили ранения. Наибольшее количество у нас этих дорожно-транспортных происшествий приходится на Карачаевский район, Зеленчугский район и Прикубанский район. Хотелось бы обратиться прежде всего к собственникам этих животных, к республиканским законам 45-м. У нас вот камера. Какая у нас камера сейчас в эфире? Вы можете обратиться к нашим зрителям, к руководителям на первую камеру? Хотелось, пользуясь случаем, обратиться именно к собственникам, к владельцам этих животных. Ну, не оставляйте их без присмотра. Ведь порядок выгона, выпаса, прогона домашних животных определен 45-м законом республиканским. Помните, что ваша бесконтрольность в отношении своих животных ведет, к сожалению, к трагическим последствиям. Еще раз повторюсь, два человека на территории республики погибли именно по вине животных, находящихся на проезжей части. А вот подскажите, как с раскрываемостью вот таких вот дорожно-транспортных происшествий? Всегда ли люди признают, что это их животное? Нет, соответственно, очень тяжело найти владельца животного потом уже, когда свершилось все. В то же время, опять-таки, этим же республиканским законом определен порядок, что каждое животное должно быть идентифицировано, прочипировано. Ну, это не соблюдается. У нас, к сожалению, в полицию обращаются только тогда, когда животные, бесконтрольно пасущиеся, где-то пропадают и приходят в полицию. Беда случилась, найдите наших животных. А когда происходит ДТП, то владельца очень трудно установить. Ну и крайний вопрос, который я хотел бы вам задать, это он касается курортов Карачао-Черкесии, Домбаи и Архиза. Вот сейчас начинается туристический сезон, и большой поток автотранспорта, они поедут в направлении вот этих наших курортов. И каждый год там пробки, многочасовые пробки. Как можно, вот и возможно ли регулировать, чтобы этих пробок не было? Да, конечно, возможно. К этому мы стремимся. Но на сегодняшний день вопрос организации дорожного движения на подъездах и в самих курортных зонах республики является злободневным, актуальным. ДТП, сложившаяся в последние годы, характеризуется у нас устойчивой тенденцией к увеличению ежегодного потока туристов. Все знают, что на территории Карачао-Черкесии доступ туда только автомобильным транспортом. Артерии ограничены ущельем. Но проблему мы эту знаем, видим. Еще в феврале этого года по нашей инициативе создана рабочая группа при правительстве. Неоднократное совещание проводили по темам увеличения парковочных мест на территории. Из-за своевременной расчистки при снегопадах. Работа в данном направлении ведется, потому что, вы знаете, с учетом некоторых ковидных ограничений, мы ожидаем в этом году вообще пиковые нагрузки, которые приходятся, как правило, это первые, с 3 по 7 января. Нам вот эти вот дни особо дают пиковую нагрузку. Что касается работы госавтоинспекции, то мы в эти дни работаем в усиленном режиме. Практически без выходных мы усиливаем количество нарядов, что в Архизе, что в Домбае. К сожалению, не всегда удается справляться вовремя с этим, по независимым от госавтоинспекции причинам. Иногда... Ну, та же расчистка снега. Конечно, конечно, стихи. В этом году, в январе было несколько таких снегопадов, что техника просто не справлялась. Если можно вот коснуться камер видеонаблюдения по республике, есть ли какой-то регламент, который бы ограничивал количество камер на определенном участке дороги или в определенном населенном пункте? Просто такое ощущение, что вот их настолько много стало, что это уже похоже чуть не на обеспечение безопасности, а на какой-то бизнес. Здесь, давайте начнем с того, что есть распространенное мнение, что это какой-то бизнес. Все деньги от нарушений ПДД идут в бюджет республики. Все. Это не частные камеры. Камер на территории республики на сегодняшний день 102. 102 комплекса всего. До конца года планируем совместно с правительством, Минпромом установить еще 4 комплекса. Сколько их будет всего, я не знаю, сколько достаточно для обеспечения безопасности дорожного движения. Сколько. Здесь на чаше весов или удобство проезда, скорость проезда, или безопасность и жизнь наших граждан. В этом году, как я уже говорил, пока мы достигаем минимального значения количества погибших на территории республики. Значит, развитие средств фото-видео фиксации – это правильное направление. Значит, работает. Значит, работает. А вот еще один момент. Есть специальные службы, которые там, ну, тоже там ГАИ, там, я не знаю, скорая помощь, у них же тоже есть номера. Там, другие службы, которым необходимо быстро там отреагировать, среагировать и дойти до определенного там места. Вот я слышал, что они тоже, вот эти нарушения, они должны, эти структуры должны оплачивать. Нет, информация не совсем верная. Каждое нарушение, естественно, рассматривается. Но при продвижении автомобилей специальных служб, как полиция, скорая помощь, мы видим, если машина идет с проблесковыми маяками, то есть и она выполняет свое задание, в отношении них административное постановление об административном правонарушении не выносится. Спасибо, Владимир Павлович, за такую вот откровенную беседу. Я очень рад, что вы приняли наше предложение и пришли принять участие в нашей программе. Вам большое спасибо. Еще раз хотелось бы поблагодарить за внимательное отношение к проблемам безопасности дорожного движения на территории республики. Спасибо. Спасибо, до встречи. До встречи. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 585 Золотой. Тысячи причин услышать «Да». Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня. На втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-988-190-9. Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 29 ноября по 3 декабря проводит Дни открытых дверей. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Черкесск, проспект Ленина, 144А. Здание бывшего онкодиспансера. Телефоны 8-код 87-82-2041-50. Телефоны горячей линии 8-800-200-0200-8800-555-49-43. Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ. Сегодня в России отмечается День Матери. В этот особенный день мамы принимают теплые душевные слова. Одна из них Юлия Мелкумова. В преддверии Дня Матери мы узнали, как она совмещает охрану правопорядка и воспитание двоих детей. Альбина Ламкова продолжит тему. Из поколения в поколение для каждого мама – самый главный человек в жизни. Быть ею – это не только великий труд, но и большое искусство, говорит Юлия Меркулова. Она уже 12 лет работает во вневедомственной охране в одном из подразделений Росгвардии, который занимается охраной как государственных, так и частных объектов. Кроме этого, сотрудники охраняют общественный порядок и безопасность как на постах, так и на маршрутах патрулирования в системе единой дислокации. В любой момент нас могут вызвать на работу, поэтому ты не знаешь, сегодня у тебя есть выходной или нет. Ты всегда на телефоне, ты всегда на связи с командирами, с начальством, поэтому всегда находишься в таком боевом настроении. Семья относится положительно к тому, что я служу в Росгвардии. Как я думаю и как они мне говорят, они гордятся мной. Юлия Меркулова выбрала службу в подразделении внутренних войск Министерства внутренних дел России неспроста. Примером был мой папа Прокопенко Николай Федорович, подполковник, в отставке, сейчас на пенсии. Более 25 лет он прослужил в милиции. Я пошла по его стопам и очень горжусь. Супруг Юлии работает с железнодорожником. Вместе они воспитывают двоих детей – Никиту и Варвару. Для старшего сына мама, безусловно, пример. Он уже во многом помогает ей по хозяйству. Может прибраться, приготовить несложное блюдо, присмотреть за младшей сестрой. Он учится в 10-м классе, в 3-й школе Черкеска. Немало у него и увлечений, но самое важное – занятие спортом. Не мешает ли тебе учёба, занятие спортом? То есть спортом занимаешься серьёзно, насколько я знаю. Да, бывает иногда мешает. Приходится пропускать это на школу. Учителя идут на встречу всё время, хвалят, говорят. То есть не просто пропускаешь, как некоторые, а для занятий спортом. Никита совсем недавно стал серебряным призёром первенства Европы по кикбоксингу среди юношей. Ну и, конечно, самый преданный его поклонник – это мама. Я все бои смотрела по телевизору, я вместе с ним переживала, болела за него. И когда был последний бой, и мы уже знали, что он взял серебро, я расплакалась. Спортивная, добрая, целеустремлённая, иногда строгая, но непременно самая любимая мама. Она мой тыл, так говорит сын Юлии. Самая маленькая в семье Меркуловых – Варвара. Она, как и все дети, любит смотреть мультфильмы, нравятся книги. Мама читает ей о новых историях из жизни сказочных персонажей. Для ребёнка совсем не важно – домохозяйка мама или бизнес-леди. Очень сильно люблю, она у меня самая хорошая, самая милая. И она меня очень сильно любит. Я тоже хочу, ну, похоже быть на её. Юлия старается быть мамой в самом полном смысле этого слова. Для неё важно, чтобы дети выросли достойными людьми, чтобы ими можно было гордиться. Поэтому уже сейчас приучает их к труду, стараясь вложить в них чувство добросовестности, честности и ответственности, прививая стремление к знаниям, признаётся молодая мама. Альбина Ламкова, Лебастанов, Весик, Карачаево-Черкесия. Начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Карачаево-Черкесии Андрей Пархоменко поздравил коллектив ГТРК «Карачаево-Черкесия» со Всемирным днём телевидения. Андрей Владимирович поблагодарил всех за сотрудничество и за плодотворную работу по освещению деятельности Росгвардии в регионе. Вручил журналистам и телеоператорам благодарственные письма за профессионализм и совместный труд в деле военно-патриотического воспитания личного состава Управления войск Национальной гвардии. А особым подарком для телевизионщиков стал праздничный торт от росгвардейцев. То, что вы делаете лично для нас, это, как сказать, очень большое дело, потому что граждане наши, которые живут в нашей республике, они нас так и оценивают. Есть у нас много мероприятий, которые не видно простым людям, которые не знают, что за собой несёт. А когда вы уже раскрываете это полностью, действительно люди тогда уже понимают, что вот она росгвардия, для чего она нужна и как там люди живут и работают. И после многих репортажей, да, у нас очень много молодых людей стало приходить на службу просить, поэтому всё благодаря вам. Я хотел бы вас поблагодарить, почему? Потому что когда в вашем лице, ваше управление, оно замечает работу наших журналистов, для нас это очень важно, потому что мы со многими организациями работаем. Но не каждая организация может прийти и поблагодарить за ту работу, которую наши коллеги делают ежедневно. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, пусть в ваши дома приходят только добрые вести. И ещё раз хочу вернуться к Дню Матери. Я поздравляю всех матерей с этим добрым и прекрасным праздником. Также отдельно хочу поздравить мою дорогую и самую любимую маму. Субтитры создавал DimaTorzok Срочно продаётся готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня. На втором этаже салон красоты. Всё оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-900-88-190-9. Мы открываем свои лица, чтобы вы открыли нам своё сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ на womanplus.info Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok